Здравствуйте! Сегодня хочу рассказать вам и показать, как перетранспонировать небольшую мелодию в другие тональности. Ну, сначала письменно, потом попробуем устно. Итак, посмотрите, пожалуйста, вот у нас мелодия записана в до мажоре. До, ми, фа, ля, соль, си, до. Ре, си, соль, фа, ми, до. Давайте-ка я все-таки сыграю. Ой, чуть-чуть не там спела, потому что абсолютник скажет, а, не там поешь. Еще раз. До, ми, фа, ля, соль, си, до. Ре, си, соль, фа, ми, до. Итак, как мы будем транспонировать? Транспозиция – это перенесение мелодии на новую высоту, в другую тональность. Ну, давайте для начала перетранспонируем эту мелодию на секунду выше, из до мажора в ре мажор. Если вам дано задание перетранспонировать мелодию, смотрите, в какой тональность она была написана изначально. Если у нас знаков при ключе нету, начинаем мы с ноты до и заканчиваем ею же, это, конечно, до мажор. И вам, например, предложено перетранспонировать эту мелодию в ре мажор. Если вам сказали перетранспонировать мелодию на ступень выше или ниже, тут можно действовать очень просто. Вы все ноты будете писать на одну ступеньку выше, например, или ниже. Но я не очень люблю этот способ, потому что, когда у вас, например, дано задание перетранспонировать фа мажор, вот мы будем фа мажор транспонировать, тут уже не на одну ступень надо будет выше, а аж на четыре. Это неудобно каждый раз считать с четыре ступени. Поэтому я предлагаю вам другой способ. Я предлагаю, во-первых, ну, первую ноту, если мы начинали, например, лучше бы, знаете, как было, не с до ми начать, а с ми до. Вот давайте так будет интереснее немножко. Я сейчас чуть-чуть поменяю мелодию. Мы начнем не с первой ступени, а с третьей. Вот так у нас будет, да? И вот, например, вам нужно перетранспонировать в ре мажор. Давайте вот первый способ вначале покажу. Каждая нотка просто на ступеньку выше. Вместо ми пишем, соответственно, фа, да? Так, и вообще больше ни на что не смотрим. Вместо до на ступеньку выше пишем ре. Вместо фа пишем, соответственно, соль. Вместо ля пишем си. Ну вот, первый так мы таким нехитрым способом перетранспонировали. Ну и главное, когда вы будете играть, например, или петь, помним, что у нас уже при ключе появились знаки фа, диас, додиас. То есть мелодия будет звучать таким же образом, как в до мажоре. Сама по себе мелодия, только на ступеньку выше. А давайте дальше попробуем уже не таким образом примитивным транспонировать, а смотреть, какие между нотами получаются интервалы. Вот, например, мы видим, что здесь мы начали с какой ступени в до мажоре? До это первая, до ре ми, это третья. То есть вам в ре мажоре надо будет найти третью ступень, ре ми фа, и начать с нее. Дальше мы видим, что у нас мелодия пошла на терцию вниз, ну или через нотку. И пишем через нотку вниз. Дальше на кварту вверх, пишем кварту вверх. То есть мне очень удобно, и я всех учу, у своих учеников всегда транспонировать по интервалам, между ступенями, между соседними нотами. То есть видеть мелодию как совокупность интервалов, последовательность мелодических интервалов, и тогда вам будет удобнее, вы никогда не ошибетесь, и вы будете видеть эту мелодию именно как рисуночек такой интервальный, мелодический, а не просто вот тупо нота ре, а тут значит будет ми, и вообще мелодию целостную вы тогда не видите, вы видите просто отдельные ноты, а так вы видите целостную мелодию. Значит, теперь смотрите, дальше транспонируем моим способом, по интервалам. Было ля, а потом мы стали на ступеньку ниже. Значит, здесь было си, стали ниже, будет ля. Так, теперь вот тут у нас получилась соль си до. Так, это пятая ступень, потом нижний водный звук и тоника. Можно вот еще по ступеням мыслить, да? Пятое ля, нижний водный звук в ре мажоре до диез будет, и тоника ре. Пришли мы к тонике? Пришли. Значит, все хорошо. Вот мы мелодию видим уже как тоже устойчивые, неустойчивые ступени, там может какие-то мелодические интонационные модели, опевание, потрезучий уход и так далее. Вот здесь вот, например, у нас получился субдоминантовый кварцекстокорд, и вот мы здесь его пишем. То есть видим мелодию, уже раскладываем ее на элементы определенные. Так, ну и теперь дальше у нас было, мы закончили здесь на тонике, и пошли от второй ступени трезвучие вниз. Получилось доминантовое трезвучие. А если еще и фа добавить, так это вообще секунда, корр доминантовый. Ну, если вы учитесь в начальных классах, вы, наверное, еще не знаете, что это такое, поэтому можем просто по интервалам строить. Значит, нам нужно выше на ступеньку начать с ми, дальше пойти по трезвучию вниз через нотку ми, до, еще через нотку ля, и дальше у нас секунда вниз, соль, ми, до, ля, соль. Вот, отлично. Потом еще ниже мы пишем, тот бы ломить, значит, здесь будет фа. И тут у нас скачок, тут лучше все посмотреть, какая это ступень в до мажоре, до. Потому что большой слишком скачок, ну, может, не сразу все определяют, что это секс-то, не сразу все ее построят. Но вы тут по ступеням смотрите, ми это третья ступень до мажоре, до первая. Фа это третья в ре мажоре, а первая будет, конечно, ре. Вот мы и закончили на тонике. Вот притранспонировали мелодию, можем сейчас ее попробовать спеть. Так, пожалуйста. Фа, ре, соль, си, ля, до, ре, ми, до, ля, соль, фа, ре. Ну, вот и все. А теперь давайте попробуем притранспонировать ее в фа мажор. Фа мажор тут уже точно, я вам не советую делать на 4 ноты выше, потому что это неудобно будет. Ну, и в какой тесситуре он записать, я бы все-таки записала ее повыше, правда, петь нам будет ее не очень удобно, но никто вам легкой жизни не обещал. Вот, значит, теперь вот, когда достаточно далекая тональность, вам все-таки надо по ступеням смотреть. Мы начали мелодию с третьей ступени. В фа мажоре первая фа, а третья будет фа, соль, ля. Значит, мы напишем первую ноту ля. А дальше, опять же, смотрите по интервалам. У нас было ля, потом мы перегнули на первую ступень, и это получилась терция вниз. Первая ступень у нас фа, терция вниз как раз получается, ля, фа. А дальше у нас было движение по звукам субдоминантового кварт-экстаккорда. Кварта и терция. То же самое делаем здесь. От фа кварта си, терция от си ре. Вот получилось ля, фа, си, ре. Хорошо, что дальше было? Дальше мы опустились на нотку ниже и пятую ступень взяли, потом нижний водный звук к тонике. Ну, или одна ступенька ниже, дальше через нотку вверх и тоника. Так, здесь одна ступенька ниже до, через нотку вверх ми и к тонике. Мы вспомним, что мы фа мажор транспонируем, тоника будет фа. Так, получилось ля, фа, сиро, до ми, фа. Хорошо, идем дальше. Еще выше пошли, значит будет соль. И пошли по трезвучию вниз. То есть я призываю анализировать мелодию. По трезвучию вниз, через нотку, через нотку, а потом секунда. Сделаем здесь так. Через нотку ми, еще через нотку до, а потом секунда вниз, поступенно, си. Так, следующее сравниваем с нашей мелодией. Так, у нас было фа, потом еще ниже стало ми, значит си еще ниже станет ля. Видите, мы совершенно не думаем, что нам нужно к ноте ми прибавить четыре ступени. Да, ми, фа, соль, и ля написать. Вы так проверить потом можете. Но мы думаем мелодию именно как вот совокупность интервалов, либо как чередование устойчивых, неустойчивых ступеней. Там ищем движение по звукам трезвучия, там доминантового, кварцекс-таккорда субдоминантового. И таким образом транспонируем мелодию. Ну и в конце у нас скачок на тонику. Мы помним, что мы в фа мажоре, тоника будет фа. Даже задумываться не надо, что это такое. Вот мы прыгнули на тонику. Если вы правильно, грамотно проанализируете мелодию, то у вас получится ее перетранспонировать без труда. Сейчас мы попробуем спеть ее вот так вот высоко. Сейчас вам вожжем, собираем. Ну вот такая высокая получилась. Вот таким вот образом мы с вами научились транспонировать мелодию. И еще раз вам напомню правило. То есть перед тем, как вы будете транспонировать, определите тональность, которая написана мелодия. По знакам, по тонике. И дальше определите, с какой ступени началась мелодия. И в новой тональности, в которой вам надо транспонировать, найдите эту ступень. Это ваша точка, от которой вы будете дальше, на которую будете опираться, от которой будете строить дальнейшую мелодию. А потом мы смотрим или по интервалам между нотами, терция через нотку, секунда подряд, или по элементам музыкального языка, например, по трезвучию пошло, и вы сразу устроите трезвучие, по кварц, экстаккорду, прыгнули на нижневодный звук, на тонику, сделали опевание, у меня мелодии опевания не было, но они могут быть. То есть видим мелодию как что-то осмысленное, и тогда нам будет гораздо проще транспонировать, и все получится. Желаю вам удачи и мира. Вот наш лог.